Ну, допустим, позвонила Светлана Давыдову, например, сообщила секрет. Там кто-то, как говорится, услышал, прошло, как говорится, Путин уже в Кремле. Ах, она такая сякая, как говорится. Ну, отмените, как говорится, переместите, измените сроки, как говорится. Светлану, как гражданку несознательную, пригласите на беседу. Мол, нехорошо, у тебя семеро детей, мы тебя на первый раз предупреждаем. Ну, например, как говорится. К чему же тогда, как говорится, допускать, если, например, они услышали, как говорится, тем не менее, не приняли никаких мер по, например, предотвращению какого-то ущерба, хотя они об этом фактически услышали, то есть узнали, если получается, как говорится. Ну, может быть, приняли мы же этого, не можем... Ну, допустим, если приняли, то, опять же, нет никакого ущерба. Почему именно вы? Может быть, действительно есть какие-то основания подозревать вашу жену? Может быть, вы чего-то не знаете? Или, может быть, произошла какая-то роковая ошибка, но основания с точки зрения органов были поданы? Как вот вы можете ответить на этот вопрос, который наверняка задают очень много людей, которые следят за вашим женой? Ну, на самом деле, вот переходите вы улицу, едет машина, мощная машина, КАМАЗ. Вот, водитель пьяный или еще что-нибудь, неважно, как говорится, какое у вас образование, виновный или невиновный, он тормозит, длинный тормозной путь, вы что-то задумались, бах, и все ваши мечты, как говорится, на асфальте. Поэтому я рассматриваю вот эту вот, ворвавшуюся к нам, как говорится, государственную машину, вот исходя из именно таких вот, как говорится, предпосылок. То есть Светлана не могла исходить из каких-то вредоносных, как говорится, совершенно таких взвешенных, как говорится, шпионских мотивов, для того, чтобы… Ну, то есть она просто переживала за Украину? Она переживала неправильно. Она переживала не только за Украину, она переживала и за Россию. Продолжение следует...